Всем привет, ребята, с вами снова Диана, и сегодня я для вас снимаю новое видео, снова в школу, как вы поняли по названию. Я считаю, что эта тематика немного заезжена на ютюбе, поэтому изначально я не хотела вообще снимать на эту тему, но многие из вас спрашивают меня, поэтому сегодня я вам буду вещать о своих каких-то советах, лайфхаках и вообще, что я думаю насчет учебы и школы, и что я вам хочу сказать, в принципе. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Начну со своих советов, их совсем немного, потому что все-таки российская система образования немножко другое, относительно американской, по которой я сейчас учусь, поэтому не могу вам рассказать все, что я делаю, но определенно могу чем-то вам помочь. Первое, что я вам скажу, это сделайте для себя отдельный дневник. Я не знаю, если у вас есть школа, в которой у вас есть электронные дневники, или же ваша школа предпочитает обычные, как бы, да, вот такие. Я вам советую, очень-очень рекомендую для себя еще отдельно вывести планер. Я показывала в прошлом году, какой он у меня был, в этом году у меня вот такой. И он очень удобный в использовании, тот раз в последние месяцы я могу планировать все, что я захочу, относительно учебы, относительно своих видео, относительно еще каких-то своих планов. И для меня это очень удобно, и оно меня очень мотивирует. Почему? Потому что, когда ты заканчиваешь свою работу, и ты потом красной ручкой так вот вычеркиваешь, что мне не нужно больше делать литературу, я ее сделала. Это просто вот, я не знаю, как описать это чувство, оно просто шикарное. Поэтому да, обязательно вам советую купить себе планер и планировать свои уроки, планировать то, как вы тратите свое время, потому что тайм-менеджмент это штука, это вещь. Что, кстати, переносит меня к следующим двум пунктам. Второе, это выясните для себя, как вам больше всего нравится учиться. Я лично не могу готовиться к каким-то экзаменам, сидеть дома. Поэтому я хожу в кафешки, мне это очень нравится делать, там играет такая спокойная музыка, и в основном все там тоже чем-то занимаются, почему-то готовятся, учатся, читают книжки или спокойно разговаривают. То есть там не шумно, и я очень люблю там заниматься. Это то, как я предпочитаю заниматься. И если вы найдете для себя, что, допустим, вам очень нравится заниматься со своей подругой, или своим другом, или одноклассником, или там с мамой сидеть во время как-то разговаривать, то, пожалуйста, занимайтесь этим. Я дома делаю уроки, я всегда по скайпу разговариваю со своей подружкой. И даже не разговариваю, мы просто молчим, и она делает уроки, и я делаю уроки. Но мы просто из-за того, что знаем, что вот этот человек, который у меня на экране, он сейчас что-то занимается, я не могу просто так сидеть. И, я не знаю, меня это мотивирует тоже как-то, раз она что-то делает, я тоже должна что-то делать. Поэтому вот мне это помогает, не знаю, поможет ли вам, но вот мой совет вам. И те, это как раз-таки то, о чем я говорила, time management. Я вам скажу, вот как нам всегда с самого детства говорили мамы, вот это вот все правильно. Сначала все делаете, потом отдыхаете, и это же прекрасно. Я на прошлой неделе просто всю субботу потратила на то, что я занималась и делала свои уроки всю домашнюю работу. В воскресенье это было просто шикарно, я все закончила, абсолютно ничего не нужно было делать, просто весь день отдыхала морально и физически. Да, сначала все делаете, потом отдыхаете. Я знаю, что это звучит вообще не очень, и легко сказать, чем сделать. Но когда у вас будет привычка уже делать все, потом отдыхать, вы не представляете, как легче в вашей жизни станет. Я вам обещаю просто. Это все насчет советов. Сейчас я вам скажу четыре канцелярские вещи, которые, я считаю, вам помогут с учебой. Первое, как я уже сказала, это планер. Я не знаю, это просто любовь вообще всей моей жизни. Во-первых, он еще туда в фруктике есть, я просто, не знаю, в восторге. Очень помогает как-то держать фокус и все организовывать. То, куда, когда я успею, ну, мне нужно что-то еще сделать, я могу еще за два дня вперед сделать. Давайте, как бы, это все помогает. Второе, это цветные ручки. Я, вот, вот мой финал. Я вам сейчас покажу просто, как это все выглядит. Раз, два, три. Это просто ручки. Потом у меня еще есть холайтеры. Четыре. Пять. Потом у меня еще есть просто фломастеры. Шесть. Семь. Восемь. У меня просто обсессия с этими ручками и просто потому, что когда ты делаешь свои уроки, это как-то веселее, что ли. Я не знаю, покажу вам, как выглядит то, что мне дали по литературе и как я вообще это расписала, да. То есть это все просто выглядит вот так и, я не знаю, у меня просто все страницы разного цвета. Поэтому я считаю, что ручки цветные помогают, вообще как-то оживляют и дают такое хорошее настроение и интересно писать и просто это все прикольно. Не знаю. Третье, это закладки. Потому что иногда информации настолько много, что нужно как-то все сортировать и чтобы потом, когда ты будешь кататься к экзамену, к этому вернуться. Я показывала вот эти вот закладочки у себя в видео в группе ВКонтакте. Если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Очень много чего интересного там происходит. В общем, они выглядят вот так. И это просто милашество. Я не знаю, как вам еще это объяснить. Мне по литературе нужно будет читать очень много книг, поэтому вот чем я закупилась. Также и обычные вот эти вот просто штучки. Я не знаю, как они называются уже, но тоже их очень сильно люблю. Их у меня очень-очень много, разных цветов, разных форм. И да, советую очень сильно. Потом вам в конце это очень поможет, когда вам нужно будет, например, готовиться к экзамену по истории. Вам нужна определенная эра или определенные года. Четвертая и последняя вещь, которую я вам советую привезти к канцелярску, это папки. Если же вам не нужны они, как, допустим, мне, потому что у меня в школе дают очень много таких вот листов. Я должна их сама сортировать. У меня есть вот такая вот одна папка, которую я ношу с собой просто на каждый день, что мне нужно сейчас сделать. А еще у меня есть большие такие, которые с кольцами и которые нужно закрывать. Они огромные вообще, они не специально есть для уроков, потому что мне дают, ну, очень много таких вот листочков. Поэтому, если у вас такая же проблема, обязательно покупайте папки. Если же нет, то, может быть, вам они не так сильно понадобятся. Но все равно советую все организовывать и все сортировать. Я надеюсь, это видео будет не очень слишком длинным, но пока у меня есть чуть-чуть времени, я вам скажу, что я вообще думаю об учебе, о школе и так далее, и так далее. Хочу сказать вам одно, что мы можем с вами жаловаться сколько угодно. Что вам не нравятся учителя, что образование системы сама вообще не очень, некомпетентно, не работает, что угодно. Но я считаю, что каждый из нас вообще способен на такие вещи нереальные, и что учеба это совсем вот такая вот маленькая часть жизни, и если ты не можешь переступить через нее, то потом будет только хуже. Я говорила миллион раз, что учеба не для всех, я прекрасно понимаю, есть люди, которые больше заинтересованы в искусстве, или больше заинтересованы в пении, или в рисовании, и так далее, и так далее. Но еще я знаю, что 95% населения нашей земли ленивые, и это определенно про меня, потому что очень легко винить всегда что-то другое, кого-то другого, но не себя. Опять-таки, правда в том, что после школы будет институт, после института будет работа, и просто с каждым этапом твоей жизни, жизнь будет сложнее и сложнее. И если ты не можешь этот первый свой этап, который просто школа 11 лет пройти, то я не знаю, как ты будешь жить дальше. В моем понимании, школа не больше о учебе, школа не больше о каких-то знаниях необъятных. Я считаю, что школа это то, что готовит нас к реальной жизни, то, что учит нас, как общаться с другими людьми, как работать с другими людьми, как вообще принимать людей, которые тебе не нравятся, как общаться со старшими, которые тебе не нравятся, возможно, да? Я считаю, что это все школа тебе дает. Ну, не важно, как вы сейчас думаете о школе, не важно, что вы не хотите туда вернуться, не важно, это все абсолютно не важно, потому что в итоге вы все равно что-то из этого учите, все равно что-то из этого для себя выносите, вы становитесь умнее, вы становитесь мудрее, вы не стоите на месте, вы двигаетесь вперед, а это самое главное, я считаю. Поэтому да, запомните для себя, что вы можете жаловаться в сколько угодно Но вселенной плевать, всем просто плевать И если вы не можете себя подпихнуть просто Или просто попросить своих родителей, чтобы те вас вот так вот дёргали постоянно с учёбой То удачи, просто удачи Так что да, это всё на сегодня Я надеюсь, что не была слишком грубой с вами Но я всегда стараюсь с вами быть честной и рассказывать вам то, что я думаю и как я чувствую по определённым причинам Пока мы на топике учёбы, у меня, кстати, скоро будет новый канал Точнее он уже есть, но тогда я ещё ничего не залила Он будет учиться на английском Тогда я буду заливать видео моего класса, потому что это мой последний выпускной класс И я хочу запечатлеть какие-то моменты его Поэтому если у вас всё хорошо с английским Или же вы хотите узнать больше о том, как я учусь, кто мои одноклассники вообще Как я хожу в школу, то обязательно подпишитесь на этот канал Я кину вам ссылку внизу Так что да, я вас всех очень-очень люблю и увижусь с вами в следующем видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok